День открытия День открытия День открытия День открытия крупнейшая международная нефтесервисная компания Шлюмберже. Которая будет для вас новым челленджем, новым испытанием и в то же самое время даст какие-то новые возможности. Участники встречи ознакомились с отраслями работы в американской компании. На сегодня она предоставляет нефтяной и газовой промышленности весь спектр современных технологий нефтедобычи, услуги по интегрированному управлению проектами и информационные решения. В нефтегазовой индустрии есть три больших области, так называемые апстрим, мидстрим и даунстрим. А апстрим это добыча нефти, то есть это начинается разведка месторождения, дальше бурение и собственно добыча. После этого, когда нефть попадает в трубу, начинается мидстрим. Мидстрим это транспортировка нефти и первичная переработка нефти. И наконец даунстрим это уже попадание нефтепродуктов к конечному потребителю. Четверокурсникам университета Шлюмберже предоставил уникальную возможность пройти летнюю практику, результатом которой может стать приглашение на работу после окончания учебы в ВУЗе. Практикант получает заработную плату, при необходимости обеспечивается проездными билетами и жильем. Для студентов предпоследнего года обучения специалитета и магистратуры есть летняя ознакомительная практика, которая проводится в течение одного месяца на одной из наших локаций в России. В случае, если практика пройдена успешно, то на следующий год после окончания университета мы берем такого человека на работу уже без собеседований. Для трудоустройства на работу или практику необходимо пройти несколько этапов. Для начала студенты, желающие пройти собеседование, заполнили специальные анкеты. Кстати, обязательным требованием работодателей Шлюмберже является высокий средний балл в дипломе и знании английского языка, соответствующих требованиям среди обучающихся на технических специальностях Кингу оказалось немало. Шлюмберже довольно известная и большая компания во всем мире, поэтому, да, меня заинтересовало предложение. Конечно, я понимаю, что это очень ответственно и серьезно, то есть там довольно серьезный отбор ведется, но тем не менее мне это интересно. Престижная работа для тех, кто энергичен и не боится трудностей. Под таким девизом прошла эта встреча. Надо полагать, что многим она помогла найти правильный, профессиональный и жизненный вектор. Юлия Сахарова, Николай Салдаев, Евразион ТВ Как сделать так, чтобы вас публиковали и цитировали? В решении этого актуального вопроса представители компании готовы помочь университетским ученым. Индекс цитирования — это инструмент, который некоторые понимают очень буквально. Для некоторых он, может быть, даже уже стал чем-то отрицательным, потому что везде требуют этот индекс цитирования. Но реально это инструмент, который показывает, в какой области наука интересна миру, а в какой области она затухает. Там, где индекс цитирования выше, там при прочих равных интерес больше. Это не значит, что одно цитирование в математике равно одному цитированию в медицине. Здесь количество просто разное по условиям различных отраслей, мы это тоже понимаем. Но пока с 60-х годов, когда Гарфилд этот индекс цитирования придумал, пока никто лучшего измерителя эффективности научного исследования еще не нашел. И поэтому, поскольку денег в науке не прибавляется настолько, чтобы уж залить ее полностью, пытаются подвязать распределение средств под какие-то определенные критерии. И именно для фундаментальной науки индекс цитирования является пока непревзойденным с точки зрения точности. В рамках семинара были рассмотрены практические аспекты работы с ресурсами Thomson Reuters, включая платформу Thomson Innovation, Web of Knowledge и базу данных Web of Science, ежегодные отчеты по журналам Journal Citation Reports, программу для работы с библиографией EndNote Web и визитную карточку исследователя Researcher ID. К конференции предшествовало открытие выставки «Урал-11». Лучшие работы современных художников, представляющих Уральский федеральный округ, украсили залы Тюменского музея изобразительных искусств. Уникальность данного проекта состоит в том, что, наверное, не каждый тюменец может прийти, допустим, раз в пять лет и посмотреть эту выставку. Нет, последняя выставка состоялась в 1979 году у нас в Тюмени. И следующий подобный проект может состояться в Тюмени только через 30 или 40 лет. 650 художников из 11 регионов страны представили на выставку плоды своего труда. Живопись, графика, батик, скульптура, афорты, гобелены. Всего около полутора тысяч произведений искусства убедительно говорят о том, что и в российской провинции кипит творческая жизнь. О проблемах развития регионального искусства в контексте творчества всей страны рассказали исследователи городов Урала на конференции, посвященной выставке «Урал-11». В 21 веке, как и в минувшие столетия, идет борьба направлений в живописи. Но теперь в России остро стоит вопрос о развитии бизнеса арт-центров. Проблемы творческой активности молодых художников, запросы потребителей культурного продукта – все это волнует художников и является предметом исследований искусствоведов. Вот такие конференции на больших зональных выставках чрезвычайно важны. Они затрагивают самые актуальные темы, самые наболевшие проблемы в художественной среде. А проблем у нас достаточно много. Вот этому именно и будет посвящен, например, мой доклад. Потому что последние два десятилетия, 90-е годы, 2000-е, в общем-то для Союза художников России, с одной стороны, были и трагическими, с другой стороны, второе десятилетие. Было и неким возрождением к жизни. Мой доклад посвящен городу Екатеринбургу, видению художественному, именно художественному видению нашего города. Нам было интересно посмотреть, каким же образом видят город художники. Несмотря на обидные современные архитектуры, на какие-то высотные дома, город, который видят художники, это, в общем-то, город 20-го века и город, который застыл во времени. Конференция завершила свою работу. Но выставка «Урал-11» продлится до 30 октября. И у тюменцев есть уникальная возможность познакомиться с творчеством лучших художников нашего края. Студенты, для вас вход бесплатный. Кристина Большакова, Николай Салдаев, Алексей Мойсов, телеканал Евразион ТВ. Среди присутствующих на презентации молодых тюменцев было много студентов ТЮМГУ, будущих журналистов. Конечно же, им было интересно заглянуть на творческую кухню региона. Ребятам не только рассказали о премьерах этой осени, но и показали сюжет о том, как готовят к выходу в эфир главную информационную программу телеканала. Весь регион Тюмень – главная информационная программа области. Ну а кто и как делает областные новости, расскажет Юлия Музабулакова. Расскажет здесь, в телевизоре. Давайте посмотрим. В отпусках ходят все программы «Весь регион Тюмень». Каждый день из выходных в эфире. Одна из фишек региона – производство собственного документального кино. В новом сезоне выйдут на экран такие фильмы, как «Страсти по Савве», о нашем земляке Савве Мамонтове и «Семь русских азиатов». Зрители смогут увидеть продолжение цикла «Сибирь – сон Бога» и оценить принципиально новый киновзгляд на царскую династию Романовых в проекте «Сибирский роман». Мы честное дитя национального канала «Россия», телеканала «Россия». И на нас возложена задача делать оригинальный продукт, а не брать где-то со стороны и искать. Мы профессиональные телевизионщики, и мы не трансляторы, а не вещатели, а мы производители. Как бы не грубовато звучало это слово. Мы честные быки-производители. Как закрепиться в профессии и завоевать любовь к публике? В ответ на эти вопросы начинающие журналисты получили от опытных коллег многоценных советов. «Телевидение, если так по-грубому сказать, и понятно было для молодежи, это именно новости, это тематическое вещание. Конечно, если первые шаги делать, то попроще начинать, конечно, с новостей культуры. Это не настолько сложно, как, допустим, уже вести». Завершилась встреча-экскурсия по телецентру, которая помогла гостям презентации еще ближе познакомиться с увлекательной историей ведущей телекомпании «Сибирь». Ксения Антропова, Николай Селдаев, Евразион ТВ.